итак здравствуйте в этом видео я расскажу как делается шапка для youtube канала вы можете сделать ее сами для этого нужно создать мы будем использовать программу адоб автор эффект версия тут не столь важно как важно как важны именно навыки работы в ней вот но в принципе можно просто следовать за тем что я говорю и добиться каких-то определенных результатов так давайте посмотрим вот у меня здесь создана шапка для youtube канала она должна быть вот в такой форме так как youtube запрашивает определенные требования то есть он предлагает создать шапку вот таким разрешением и максимальным размером 4 мегабайта вот таким образом вот мы берем отсюда вот это разрешение как исходная отправная точка вот и создаем новую композицию composition new composition и сюда вбиваем эти значения вот у меня здесь вот создана композиция composition settings можно посмотреть и то что вот у меня создана вот она эта композиция youtube и видеохив вот сюда вбиты вот эти значения остальное мы здесь ничего не трогаем нажимаем ok также вы создаете composition new composition и называете здесь ее как шапка там для вашего канала окей что дальше дальше опытным путем вот я выявил именно вот такой вот такое именно расположение того что обрезается что остается то есть она находится именно на этом месте это полоса она равна 400 с чем-то пикселей там 410 пикселей по высоте вот но в любом случае если вы будете пробовать создавать шапку по моему уроку я приложу вам исходные данные этого проекта и вы откроете уже готовую шапку и сможете редактировать готовую композицию вам не придется ничего настраивать вот таким образом у вас должен быть готов логотип который вы можете разместить на шапке шапку мне имеет вот какую-то уже такую начальную основу которую можете использовать и я вам приложу ее файлы в файле проекта вот на эти композиции можете не обращать внимание они мне понадобятся для уже адаптации вот этой шапки то есть внесение в нее каких-то изменений потому что я видел делал для другого своего канала сейчас я буду уже начинать значит вот в этой композициями содержится логотип который я буду использовать вот он этот логотип я его перетаскиваю как бы в поле если вы используете свой логотип его вам необходимо будет загрузить подгружается логотип следующим образом вы его находите на своем компьютере обычно он находится у вас там где-то на рабочем столе вот вы его так перетаскиваете в рабочую папку для этого вам нужно сначала скрыть поле немножко вот такого потянув поле программы и добавив его сюда и потом уже отсюда вы его тянете в саму композицию которую я вам сброшу вот вы его тянете нажимаете на кнопку S на кнопку S и немножко уменьшаете вот дальше вы его уже вот компонуйте двигаете куда вам нужно и такую же процедуру вы можете исполнять для собственно разных картиночек которые вы найдете в интернете и так далее то есть картиночек, кнопочек как создаются надписи в этой программе надписи создаются мы нажимаем на кнопку текста ставим и кликаем левой кнопкой мыши на пустом экране и начинаем писать на клавиатуре например arrow play channel вот мы создали какую-то текстовую надпись мы переходим подсвечиваем ее в окне композиции нажимаем generate fill нажимаем еще раз повторюсь правой кнопкой мыши на пустом месте вот при выделенном слое текста вкладке эффект controls и нажимаем параметр эффекта generate fill такая ситуация происходит когда вы сделали переход на крупные буквы и у вас зажата кнопка caps lock ее необходимо просто отжать два щелчка по тексту в свободном режиме переходят к функции его редактирования теперь вам необходимо открыть вот параметр character его можно увидеть в меню windows characters если у вас не нажата эта галочка нажмите ее это дает вам определенную работу с текстом значит текст можно вот увеличивать текст можно разбивать на части это есть он у вас многосоставной при выделенных ну допустим если у меня вот идут два текста этот я переносу через enter сюда потом выделяю все и начиная вот этой функции двигать у меня происходит движение его размещение вот то же самое что если у вас в три ряда вы их разместите очень качественно вот еще раз я копирую вставляю c c c переношу через enter вниз вот вы их вместе выделяете и можете контролировать в них расстояние это очень будет удобно если вы делаете какой-то список или что-то подобное далее далее с текстом я удалю я удалю это все далее при выделенном тексте вы его можете увеличивать в размерах вот так вот растягивать при этом сами буквы не растягиваются а растягивается интервал между ними вот эта же кнопка растягивает именно сами буквы значит в сторону вот эта кнопка растягивает буквы вверх если вам нужно увеличить толщину текста то конечно лучше воспользоваться если то есть в вашем шрифте заложена функция light или bold или medium то есть в данном случае вот мы сделали толстым за счет шрифта самого но бывают шрифты которые не имеют такой функции да и тогда можно увеличить ну то есть как бы нету функции болт то есть толстый то есть шрифт иногда только тонкий и тогда вот есть вот этот параметр утолщения который мы можем использовать вот кнопка на 3 я поставил например и поменял цвет на белый у меня получился вот симпатичный текст который можно куда-то переместить вот отключу пока что я свой логотип чтобы вас не смущать дальше дальше этот параметр поддвигает я его могу использовать если у вас значит раскопирован текст и он поправлен выделил выделили снизу и вы можете именно двигать конкретный вот кусочек текста это когда вы там делаете список может вам как-то пригодиться там чтобы изменить интервал здесь интервал одинаковый здесь вы можете сделать один вот в этой функции интервал вот эту функцию я не пользуюсь увы вот эту функцию я вам показал ну и собственно все по тексту он может сделаться толстым толще чем значит еще вот с помощью вот этой кнопки это делается нам курсив это делает буквы большими исключительно это делает буквы ну маленькими и большими одновременно это переход к апострофам уже вот собственно по тексту вы теперь все знаете и можете написать любой текст соответственно шрифт понятное дело вы его выбираете вот в этом поле если вам не удалось значит отжимаем точнее если вы хотите отменить и вернуть назад лучше вот снять выделение текста пощелкать вот здесь по композиции пощелкнуть в пустом месте и потом нажать ctrl z ctrl z отмена действия в этой программе советую вам использовать английскую версию и не устанавливать русскоязычную потому что если вы заинтересуетесь все таки работой с этой программой а это мощный пакет по обработке видео и создание такой вот графики именно видео графики поэтому если вы задеваетесь работать с с этой программы дальше то конечно желательно вам пройти определенные навыки курсы по работе с ней вот дабы вы приобретете очень полезные знания и навыки сможете в дальнейшем реализовывать любые проекты потому что если вы уже заинтересовались созданием видео на ютубе то поверьте эта программа это самый смак самый смак в конце в конце видео я приложу наверно вам в описании ссылку на видеокурс который вы можете посмотреть и почитать информацию может быть он станет вам интересен смотрите описание вот продолжаем дальше то есть по поводу шапки то есть вы проделали здесь какие-то операции давайте мы добавим какую-нибудь картинку из интернета например вот используя google можно написать ну например сердце да там сердце и пишем png png сердце png то есть как бы это дает вам возможность из гугла вытащить вот сердце в формате png что такое формат png это когда у нас вот здесь вот идут кубики а это означает что фона там нет то есть если я перетащу его на рабочий стол то вы видите вот зеленый фон а тут получается ничего нет то есть только элемент сам это очень удобно потому что если бы здесь были белые края вдоль сердца то тогда перетащил бы его в окно композиции и в окно нашей основной композиции я бы получил здесь белые зазоры и мне пришлось бы их вырезать это тоже нужно уметь вырезать и я вам сейчас покажу как и сделать это где у нас тут не png вот вот то чем я говорил вот например то что о чем я говорил вот это png вот интересное сердечко вот пожалуйста png слой если вы просто наберете сердце без функции png да без кнопки то вам скорее всего вот попадется вот такое сердце если вы его перенесете на рабочий стол в окно композиции в саму композицию то вы увидите вот то о чем я говорил нажимаем кнопку с как я уже повторял и смещаем вниз уменьшаем по процентному соотношению можно просто нажать параметр двадцать и ваше сердечко уменьшится вот значит что вы можете сделать бывает бывает такая ситуация когда вы загружаете картинку с этим сердцем понятно я его удалю вы подгрузили картинку и вам нужно что-то в ней вырезать например вот так прорезать сердце по стороне поверьте это частая функция которую вы будете использовать значит вы берете вот pen tools нажимаете по нему кликаем при выделенном слое и вы переходите в режим редактирования вы можете вырезать сейчас кусок из этой картинки вот сейчас я могу вот так перемещаться для этого я колесик мыши мышки нажал вниз у меня появилась ручка это очень удобно то есть я переместился отжал колесик мыши и у меня остался pen tools в руке дальше я приближаю колесиком мыши то есть то у меня было нажатие а теперь я приближаю я приближил колесиком мыши подвинул нажатием вниз и вот делаю вот такие движения то есть ставлю точку делаю изгиб то есть сейчас вот у меня не нажимаю то есть я нажимаю смотрите сейчас правой кнопкой мыши левый 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 и отпускаю сразу короткие нажатия а можно зажать левый и зажать я держу левый и делаю изгиб то есть две функции одна функция ставит просто точку ctrl z можно нажать в процессе этого редактирования ну то есть делается точка а можно делать изгиб то есть вот если вы зажимаете и оставляете нажатом левую кнопку мыши то вы постоянно вот то есть идете с вот таким вот безе кривой которая дает вам большие возможности в плане изгибов то есть вы вот постоянно контролируете повороты можно побольше сделать пошире то есть я вам рекомендую по возможности использовать вот с когда вы ставите точку придерживаете клавишу левую клавишу мыши и тогда у вас будет появляться вот такие вот штучки ну давайте обведем дальше сердце то есть вот можно конечно просто вот так вести по точкам просто ничего не напрягаясь вот вести вот вот так вырезать тогда у вас будет кривовато но зато быстро не спеша точнее вы можете быстренько это все вот вырезать я для ускорения работы так и сделаю окей вот мы вырезали это сердце с горем пополам но вы научились я думаю я донес мысль то есть смотрите еще что у нас с маской делается если мы вот имеем вот такой шарик можем с нажатой кнопкой control по нему кликнуть control и alt control и alt зажимаем на клавиатуре и кликаем левой кнопкой мыши то есть она у нас перешла в разряд просто точки то же самое с control и alt мы ее делаем в разряд без е это очень полезно то есть например вот у нас точка вот смотрите control alt это стало точкой угловой control и alt хоп и вы превратили в уже без е и можете вот так вот редактировать это очень удобно и дает вам определенные преимущества вот что же дальше вам подсказать в плане создания своей шапки в этой программе значит удаляем сердце и вам понадобятся разные фишечки например вот background вот такой вот то есть как он сделан давайте может быть это я вам расскажу сам background это это композиция вот с такой вот картинкой то есть это вот сама картинка которую вы можете скачать в интернете например найти из бесплатных она распространяется по вот вот этому запросу если текст копировать вы можете ее использовать в принципе она вам понравилась вот они похожи идут они сейчас очень популярны модны и в качестве подложки их можно использовать значит внизу еще находится небольшая основа кнопка точечка выделяет соло и вы можете видеть слой при отключенных остальных слоях то есть вот этот слой имеет определенный эффект вот в кнопке эффекты controls он имеет эффект четырех цветов четыре вот этих цвета имеют точки маркера которые меняются вот в этой функции обратите внимание вот сюда на цифры я вот двигаю его там меняется кнопка это может быть тоже очень полезно вы можете менять цвет путем когда я вам скину эту композицию вы можете перейти на этот слой выделить его и менять вот здесь вот цвета какие вам необходимы то есть вы можете поменять в сторону например такого оранжевого фона можете сделать его темным еще темнее эту вот подвинуть сюда эту переместить здесь и создать какой-то свой дизайн ну вот потом отжать кнопку эту и получить какой-то специфический дизайн на основе вот этой картинки которая тоже будет приложена как бы к проекту вот далее мы перемещаем сюда вот лого которое у меня было создано нажимаем кнопку с и его немножко уменьшаем вот ну при создании как бы логотипа при создании шапки оговорюсь здесь будет использовано то есть youtube вот сюда вам предложат вставить свою картинку что я бы рекомендовал вам сделать то есть открываем на всю у меня есть программа скриншотов называется она джинк я вам сейчас покажу ее она очень удобна вот settings вот она джинк называется если вы установите но окей а если вы установите у вас будет такое солнышко которое вы сможете переместить куда вам нужно и вот взять например capture и использовать вот скриншот экрана поверьте скриншоты сейчас очень частая функция которая необходима вот я значит обвожу этот экран своего будущего канала и перехожу сохраняю картинку на рабочий стол зачем я это делаю сейчас я вам все покажу мы перетаскиваем ее в поле в поле работы значит композиции перетаскиваем ее в саму композицию делаю я это для того чтобы приблизительно прикинуть и сориентироваться с самой шапкой может быть вам это тоже поможет то есть вы значит убираете значит прозрачность что такое прозрачность слоя вот у нас есть слой мы его перенесли нажимаем кнопку т т на клавиатуре английской т выходит функция прозрачности и мы уменьшаем ее показатели потом нажимаем кнопку с и растягиваем то есть я хочу приблизительно прикинуть как вот youtube растянет картинку да и как она будет смотреться уже в этом поле с я двигаю вот смотрите я ее практически подогнал еще чуть-чуть я двигаю опускаю а потом я значит на кнопку т опять нажимаю увеличиваю прозрачность до 100% беру вот эту вот функцию прямоугольничка маски и при выделенном слое я обвожу вот здесь вот треугольник вырезаю вот мою шапку которая вот это вот да и ставлю высвечиваются у меня параметры вот этого прямоугольничка который я вырезал маска вот появилась вот она маска и ставлю здесь функцию субстракт это делает как бы дырку в той картинке вот в которой я добавил и мы видим теперь вот наш логотип то есть как будет выглядеть наша композиция в самой в самом ютубе возможно это полезно будет для вас и я эту картинку тоже приложу как бы к этому проекту вот в таком режиме вы можете ее вот здесь отключить чтоб она вам не мешала и подключить возможно это будет вам полезно дальше текст мы научились создавать то есть вот у вас минимально что вам будет нужно сделать это вот здесь поставить свой логотип написать что-то текстом тексты вы можете скачивать там красивые шрифты их очень много разных выберите свой по вкусу и чтобы подобрать хороший шрифт в этой программе я могу вам показать в принципе небольшой секрет есть такой сайт называется фонд онлайн фонд онлайн онлайн фонд онлайн здесь вы набираете например arrow и сайт предлагает вам различные варианты шрифтов например вот вы набираете дизайнерские шрифты и вот вы видите как вот слово которое вы били сюда отображается в конкретном шрифте если вы подобрали вы нажимаете и скачиваете его очень просто по кнопке скачать далее вы перезагружаете программу выключаете включаете после установки шрифта на компьютере и его находите вот здесь чтобы удобно ориентироваться вы переключаете язык на английский в вашей программе и при выделенном вот при выделенном вот этом параметре нажимаете кнопку например S и у вас открываются шрифты под кнопкой S вот такая небольшая справочка собственно все по шапке теперь вы имеете какие-то навыки по тому как ее сделать вот что вам еще можно посоветовать подсказать конечно у меня есть разные футажи и эффекты которыми я пользуюсь вот например если я перейду в графику для работы у меня здесь есть под графика есть вот такие видеофутажи я сам занимаюсь созданием видео вот если вам необходима какая-то помощь обращайтесь у меня у меня очень много разных наработок уже шаблонов я сам работаю на таком крупном магазине как видеохив выпуская свои шаблонные наработки в принципе ссылочку я тоже могу приложить если кому станет интересно то есть чего вы можете добиться работая в этой программе в будущем вот и что я вам хотел показать это мои некоторые наработки которые у меня всегда под рукой и я использую их вот для оформления вот этих вот шапок так видеофотажи да видеофотажи у меня здесь вот накоплены какие-то элементы вот такие например переливы пересветы они конечно в формате видео и могут вам помочь создать создать дополнительные эффекты к вашей шапке то есть это могут быть различные текстуры флаг россии в формате png здесь лежит снежинки вот например если у меня есть снежинки я могу вот эту композицию перетащить в поле ищите в интернете вы их найдете я не смогу конечно все приложить вам потому что кому-то будет интересно кому-то будет не интересно вы вот добавляете вот этот элемент в формате видео черный фон является отправным если вы скачали подобный футаж снежинок с черным фоном да вы можете использовать функцию мод для того чтобы наложить его смотрите сейчас вот этот слой который я добавил и переместил его сверху он как бы закрывает всю нашу композицию почему это происходит есть кнопка мод мод в этой программе если у вас нет этого меню то нужно кликнуть правой кнопкой мыши вот здесь вот на пустом месте и в разделе columns выбрать функцию модес если галочки здесь не стоит если галочка стоит как у меня вот у вас появляется этот раздел ставя кнопку overlay например вот эти снежинки прожигают нашу композицию то есть вот этот слой накладывается на все остальные слои нажимая кнопку screen он тоже накладывается но не так грубо есть кнопка light которая немножко высветляет порой и может наши снежинки убрать ну вот screen добавляет наши снежинки и мы можем вот их оставить как точечки как такие дальше ну вот например есть reflect я создавал эту композицию сам вот она имеет вот такое вот отражение и если мы добавим его в нашу композицию да то есть добавим в нашу композицию вот растянем на кнопку с его растянем вот так вот и нажмем на функцию screen то мы увидим что вот она наложилась на нашу шапочку мы можем двигать ее чтобы вот видео шло и мы выбрали нужный момент который нам необходим вот также здесь вот есть функция adjustment layer это оптический эффект который создается с помощью специального плагина в формате видео он идет вот у него меняется обычно цвет я приложу вам его эту картинку конечно вы можете поиграться с ее цветами то есть цвет можно этого эффекта поменять на тот который вам нужен вот таким образом вот мы наложили какой-то еще один эффект и теперь вы уже знаете как использовать какие-то футажи в создании своей шапки для youtube канала дальше вывод дальше вывод допустим если у вас остаются какие-то вопросы пишите в комментариях возможно я вам подскажу что-то но я оставлю конечно свой контакт на e-mail и если у вас покажется сложным то что я здесь делаю и вы захотите чтобы я вам создал шапку обращайтесь что ж я попробую вам помочь значит отключать слои я бы отключил бы вот этот слой вот например мы создали какую-то шапку что мы можем делать так как у нас формат картинку нужно вывести а сама программа предназначена для использования видео создания видео мы выделяем вот здесь вот ползунками вот один кадр какой-то финальный он может быть и здесь может быть и здесь но я его как бы перенесу в самое начало то есть самый первый кадр у меня будет и кнопка плюс-минус дает мне двигаться по этому табло убедитесь что он как бы один сместите ее подальше и кнопки плюс вот вы увидите что у вас один кадр выделен далее мы переходим в композицию и нажимаем кнопку add to render queue при нажатии этой кнопки лишнее я удалю вы переходите в программу по выводу изображений и либо видео в этой программе нажимаете на кнопку ornament здесь стоит png выбираем png нажимаем кнопку ok и выводим картинку нажимая вот вот это вот название ее например на рабочий стол отжимаем отжимаем галку эта галка создает шапку например ну пускай создаст шапку youtube видеохив и в ней будет картинка нажимаем сохранить и нажимаем рендер у нас проходит рендер картинки эта ошибка постоянно у меня выскакивает значит вот у нас образовалась папка и в ней вот шапка вот такая вот дальше вы переходите вот на канал нажимаем кнопку изменить оформление и перетаскиваем ее сюда она загружается показано какая отображается выбрать происходит как будут изменения сохранено вот таким образом она перенеслась в наш проект давайте посмотрим похожее ну вот вот мы видим что вот эти две точки находятся здесь а вот эти вот точки вот эти две точки находятся здесь поэтому мы вот это вот как раз сейчас вам пометим я приложу вам эту композицию с вот таким вот с такой вот пометкой видимо это происходит потому что что то там постоянно меняется ютубе да и раньше у меня вот почему такой режим в таком режиме я работала сейчас вот как бы немножко вот так вам нужно сместить свои работы то есть ориентироваться вот на этот экран вы можете вот то есть вот наша шапка основная будет внутри остальное все ютуб обрежет но сама сами параметры композиции у нас остаются поэтому этот слой он как вспомогательный я его выключу эти я удалю вспомогательную шапку я вам оставлю так только она здесь стоит получается неправильно и это не совсем верно давайте поправим значит маску я удалю я отожму и смещу так могу я так сделать ну вообще я не могу так сделать знаете короче я удалю эту композицию и ибо youtube как бы вот обрезает вот эти края и как бы используя данную картинку получается я не могу увидеть то что реально будет происходить из определенных как бы действий я могу создать шаблон который будет вот так вот мне схематически все показывает но в любом случае ориентируйтесь на эту рамку работайте внутри этой композиции потом при кодировании отключите ее и выведите собственно все что я хотел вам показать на этом я думаю что пора заканчивать все ссылки и то что я обещал будет находиться в описании и я уверен что мы еще увидимся с вами все до новых встреч и всем удачи и